Как получить бесплатное жилье в Нью-Йорке? В этом видео мы расскажем все о том, как найти шелтер в США и поделимся пошаговой инструкцией для получения жилья, а в конце собрали полезные ресурсы для иммигрантов и беженцев. Что такое шелтер и кто имеет право жить в нем? Шелтер или убежище – это временное жилье, которое предоставляется людям в сложной жизненной ситуации. В Нью-Йорке можно найти убежище в приютах четырех различных организаций. Арси. В Нью-Йорке действует минимум 17 приютов этой организации, которые принимают как отдельных лиц, так и семьи. Комнаты для взрослых – совместные, для семей с детьми – отдельные, предоставляют питание, прачечную, медицинскую помощь, юридические консультации и другие услуги. Респит Сенджерс – коллективные приюты для краткосрочного пребывания, где все обратившиеся спят в одной комнате. В настоящее время центры не принимают семьи с маленькими детьми, предлагают питание, возможность принять душ и часто расположены в непредназначенных для проживания местах. Фейсбейс Шелтер Программ. Это инициатива отдельных церквей или молитвенных домов, где организовывают приюты, в которых можно остаться на ночь, но днем придется уйти. Диэчэс Шелтер. Государственная и самая крупная система приютов в Нью-Йорке. Попасть сюда можно только по направлению центра прибытия в отеле Рузвельт и только при отсутствии мест в шелтерах Эрсе и центрах временного пребывания. Эти шелтеры принимают всех желающих на разных условиях. Существуют отдельные системы приютов Диэчэс. Для одиноких мужчин и женщин, взрослых семей, семей с детьми и беременных женщин. О них поговорим детальнее. Приюты для взрослых одиноких мужчин и женщин. Таковыми считаются люди старше 18 лет. Им предлагают совместное проживание с другими жителями приютов. Для людей с инвалидностью могут быть сделаны исключения. Всем нуждающимся предоставляют питание, доступ к гигиеническим процедурам, медицинскую и юридическую помощь. Приюты для взрослых семей. Взрослыми семьями считаются люди старше 18 лет, которые либо находятся в родстве, либо состоят в браке. Обычно они проживают в общих комнатах, получая доступ ко всем услугам шелтера – питание, гигиена, медицина, юридическая и социальная помощь. Также они обязаны сотрудничать в поиске работы, жилья, получении социальных выплат, чтобы как можно скорее начать независимую жизнь. Приюты для семей с детьми. В приюты этой системы могут попасть семьи с детьми до 21 года, беременные женщины, а также семьи с беременными женщинами. Для проживания предоставляют отдельные комнаты, квартиры или боксы. Среди доступных услуг – питание, медицинское обслуживание, возможность хранить вещи в специальном помещении, юридические консультации и социальная помощь. Все обратившиеся семьи должны сотрудничать в рамках программы, которая разрабатывается индивидуально для каждой семьи и направлена на переход к самостоятельной жизни. Программа предусматривает трудоустройство, социальную адаптацию и аренду недвижимости в Нью-Йорке. Кто может заселиться в шелтер? Попасть в приют может любой человек, у которого возникли проблемы с жильем или финансами, независимо от его иммиграционного статуса. Но шелтеры в Нью-Йорке для американцев, которые живут на улице, и шелтеры для беженцев из других стран – это разные учреждения. И требования к желающим тоже разные. Будьте готовы к тому, что сначала постараются выяснить, существует ли возможность получить жилье другим способом. Вас спросят обо всех контактах в США. Члены семьи, друзья, знакомые, даже бывшие коллеги поинтересуются, существует ли возможность остаться с кем-то из этих людей и могут даже сами с ними связаться. На все вопросы желательно отвечать честно и подробно объяснить обстоятельства своей ситуации, иначе рискуете получить отказ в размещении в приюте. Смотрите в описании ссылку на полный перечень документов для всех категорий мигрантов и где их можно получить, а также нюансы жизни в шелтере в Нью-Йорке, которые важно знать перед тем, как искать приют. Пошаговая инструкция, как получить бесплатное жилье в Нью-Йорке. Перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Чтобы найти ночлег в городе, необходимо проделать следующее. Шаг первый – прийти в распределительный центр. Для каждой категории людей действуют разные распределительные центры, их адреса – предыдущей части видео. Необходимо обратиться только в тот центр, который соответствует вашему статусу. Если вы одинокий взрослый, но пришли в центр для семей с детьми, вам откажут. Шаг второй – заполните анкету. Сначала вас кратко расспросят о причинах обращения и отправят в отдельный кабинет для заполнения анкеты о себе. Не переживай, ничего страшного в ней нет. Это стандартный опросник, в котором нужно указать фамилию, имя отчества, дату рождения, пол, расу, наличие пищевых аллергий и хронических заболеваний. Анкету отдаете работнику кабинета, который вносит данные в базу и дает направление в медицинский кабинет. Шаг третий – пройдите короткое медицинское обследование. Все медицинские обследования сводятся к тестированию на COVID-19, которые в среднем занимают от 20 до 25 минут. Результаты отдают вам в руки, после чего, независимо от результатов тестирования, возвращаетесь в прежний кабинет. Шаг четвертый – дождитесь решения по вашему обращению. Несмотря на то, что вас могут интенсивно опрашивать в приемном центре, большинство иммигрантов получают положительное решение после обращения. Учтите, что весь процесс рассмотрения может занять как минимум несколько часов, а то и целый день. Сразу после одобрения вас отправят к месту проживания. Шаг пятый – заселитесь в приют. Трансфера к приюту нет. По указанному адресу вам нужно добраться самостоятельно. А если вы взрослая семья, вам предоставят отдельный номер. Семьям с детьми обычно выделяют двухкомнатный номер. Распределитель временного пребывания. Что важно знать? Распределитель временного пребывания – это пункт, где вы будете жить, пока вам ищут место для постоянного проживания. Вот основные моменты, которые нужно учитывать. Медицинское обследование. Находясь здесь, вам нужно будет сдать тест на туберкулез. Если тест отрицательный, через 1-2 дня вам выдадут документ, который дает право жить в шелтере. Условия проживания. В комнате живет около десятка человек. Вам выделят шкафчик для хранения вещей. На входе всегда стоит охрана, которая досматривает всех входящих и выходящих на предмет оружия, запрещенных веществ и других предметов. Процесс заселения. Когда вы получили документ для заселения, отправляйтесь с ним по адресу шелтера. Как правило, взрослые живут в комнатах на двоих, редко на пятерых. Условия проживания в шелтере постоянного пребывания будут значительно лучше, и вы сможете начать планировать дальнейшие шаги для обретения независимости и постоянного жилья. Полезные ресурсы для иммигрантов и беженцев. В Нью-Йорке, помимо различных приютов, действуют благотворительные программы и некоммерческие организации, которые предоставляют помощь иммигрантам и людям в сложном положении. Вот основные из них. Drop-in Center. Это центры доверия, в которых можно помыться, привести себя в порядок, получить медицинскую помощь, но остаться на ночь не получится. АЭС. Всемирная организация, предоставляющая правовую защиту иммигрантам, беженцам, лицам, спасающимся от преследований и насилия. Все услуги компании бесплатные и конфиденциальные. Catholic Charities Community Service of New York. Католическая благотворительная организация, где можно получить помощь в экстренной ситуации, еду, помощь с поиском жилья и работы, а также поддержку в процессе интеграции. Бесплатная программа английского. Помощь по иммиграционным вопросам. Youth Ministers of Peace and Justice. Благотворительная организация с широким профилем деятельности. Где также можно получить бесплатную помощь в иммиграционных вопросах и с оплатой пошлин. United Weight of New York City. Некоммерческая организация, цель которой помочь людям с низким доходом получить больше экономической свободы. На их странице собраны организации с контактной информацией, которые помогут с арендой квартиры в Бруклине или любом другом районе, защитой интересов в суде, трудоустройствам и другим вопросам. А вы знали о такой возможности бесплатного проживания в США? Был такой опыт? Делитесь в комментариях и помогайте своими советами нашим быстрее адаптироваться в США. Ставьте лайк, если видео было полезным и отправляйте друзьям, которые тоже интересуются лайфхаками для жизни в США. Базар. Только полезная информация для наших в США.